Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и в сегодняшнем видео я с вами поделюсь своим небольшим опытом в хранении винограда. Перед вами две грозди. Это сорт Лора. Вот эту гроздь я сняла 11 сентября. Сегодня 3 ноября. Вот эта гроздь была снята где-то 20 сентября, то есть гораздо позже. Ну, как видите, в принципе, и та, и та гроздь, сейчас я расскажу подробнее, они сохранились. Ягоды вкусные, ягоды сладкие, ягоды абсолютно не потеряли свой вкус. Но какие нюансы? Значит, вот эта гроздь, ну, конечно, кое-где немножечко может подгнивать. Хотя, смотрите, тот же гребень, он еще не совсем высох. Вот эта гроздь от 11 сентября, она лежала в подвале. Ну, это родительский подвал, он такой немножко влажноватый, сыроватый. То есть, на самом деле, условия не идеальные. Ну, вот почти 2 месяца, и, в принципе, еще бы полежала. То есть, до 11 ноября она бы долежала. Да, немножко кое-где подгнивает, но вполне неплохо и хранить можно. Смотрим эту гроздь. Я даже сейчас уберу приближение, покажу. Вот эта лежала вот так, просто в корзинке на втором этаже. Ну, второй этаж он не достроен, то есть, грубо говоря, чердак. В районе 20 сентября было снято. То есть, где-то было там и солнце, где-то было холоднее, теплее, температурное колебание. Условия далеки от идеальных. Ну, и что в итоге у нас вышло? Вот сюда специально положила, специально более подгнившую ветку. Ягодки некоторые, они стали немножко заиземливаться. Ну, как видите, да, я не скрываю, есть гниль. Вот некоторые ягодки, вот они, видите, чуть-чуть стали заиземливаться. Ну, очень вкусная сейчас ягода, и есть ее одно удовольствие. То есть, по сравнению, то, что это лежало чуть больше месяца, вот здесь ягодки еще не морщатся совсем. Вот специально вам приближу сильно-сильно, вот они какие. Красивые, аккуратненькие ягодки. А здесь, вот перевожу, на приближение хорошо видно. Видите, они начинают сморщиваться. Ну, тоже сейчас достану гроздь с корзинки, смотрите. То есть, вот эта гроздь, ну, практически, практически нет на ней гнили. Там буквально одна-две ягоды. То есть, вот, ну, внутри, наверное, чуть-чуть есть. Да, тоже вот сейчас приближу. Будет видно, что, видите, форма ягоды меняется, она чуть-чуть заиземливается. Но, тем не менее, она хранится. И подводя итог всему вышесказанному. То есть, лора хранится очень хорошо. Есть данные, что она может храниться до Нового года. Я считаю их более чем реальными, потому что даже в моих неидеальных условиях, вот, два месяца почти. Ну, здесь, да, поменьше. Вспомним, в каких условиях все это хранилось. И да, вот это же снято гораздо позже. То есть, позже сняли, больше накопило сахара. И это тоже может влиять на хранение. Ну, вкусная ягода. И вот эта вкусная, и вот эта вкусная. Очень приятная, абсолютно не потеряли ни в чем во вкусовых качествах. И, может быть, даже, я бы сказала, что приобрели. А учитывая, что в ноябре у нас уже кушать почти нечего, то это такой очень приятный бонус и приятная возможность еще вспомнить лето и плакомиться вкусной ягодой. Ну, конечно, при создании условий близким к идеальным, я даже думаю, что у кого есть возможность и в холодильниках хранить тонко разложенные, то сохранить эту ягоду можно будет гораздо дольше. и действительно порадовать себя вкусными фруктами, в том числе и на Новый год. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение. Под видео, нажав кнопку «Еще», будет ссылка на мои контакты и ссылка на мой сайт с полным ассортиментом наших сортов винограда. И до новых встреч. Пока!